Монету бросают три раза. Каждый раз она падает гербом или вверх или вниз. Сколько разных последовательностей можно при этом получить? В первый раз мы можем получить две последовательностей. Ну, два варианта. Либо герб вверх, либо вниз. Во второй раз тоже два. И в третий раз? И в третий раз тоже два. Получается шесть. Вот. Вот. Молодцы вы мои. Вы гениальные актеры. Просто гениальны. Вы вляпываетесь во все лужи, которые есть на пути вашего следователя. А правильный ответ? Неправильный ответ. Восемь. Извините, восемь. Восемь это что такое? Это два в третий. Это два умножить на два умножить на два. Потому что первый раз у вас два варианта. Это потом два варианта. Надо умножать. Да. Вы же сами об этом говорили. Да. Так, вот первый вопрос. В книжке написан ответ. Двадцать три. Почему? Разные последователи. Сейчас. Вы ответ прочитали в книжке, который? Ваш ответ восемь. Ответ в книжке двадцать три. Потому что... Поэтому ответ очень много можно понять. А, я как-то понял. Да, что? Когда я кинул, я получил две орешки. Да. Но ведь потом мне надо вот тут получить еще. Что еще? Четыре. Потом я еще четыре последовательства. Ну да, так получается ответ восемь. Потом я могу с аромом получить в первой монете, но еще восемь. Еще восемь. Не то говоришь. Сейчас, я прошу тебя понять, почему в книжке ответ двадцать три. Сейчас. Мы же доверяем книгам. Послед от книжки. Орлов и решек. Может быть, орел и решек. В книжке ответ двадцать три. А вы насчитали только восемь. Орел, орел. Орел, орел, орел. Там же бывает. Вы же это перебирать, конечно. А что перебирать? О-о-о. Это орел, орел, орел. Да? О-о-о. Орел, 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 орел. Орел, орел, решка. О-о-о-р. О-о-р-о. О-о-р-о. Это двоичность. Это двоичность? Да. Это двоичность. Да. Их восемь. А в книжке ответ двадцать три. Откуда они набрали больше вариантов? А может быть. Что? Ребята, вы гениальные актеры. Правда? Ага. Я надеюсь, что он хорошо играет? Не играешь, ты не являешься. Игоря Николаевна наш. Что? Ты готовишься, что он выйдет? Он его выключил. Выключите камеру. Выключите камеру. Что? Что это работает? Что? Вечера вы лежите. Не работает? Что у нас? Почему двадцать три? Ну что? А мы как будто умножили на три, от нее один. Глупости. Ну совсем то. Ну бывает, кстати, вот. Меня отобразили трижды. Она только три раза. Я сказал, можно очень многое понять о том, как писалась эта книга. Не о том, сколько вариантов. Варианты-то восемь. С этим не поспоришь. А о том, как писали эту книгу. Что такое двадцать три? Может быть, год? Два десятка и три единицы. Что такое двадцать три? Откуда оно там взялось? Может быть, я не хотела сказать, что два и просто была опечатка? Какая опечатка? А, просто в третьей. Да, в третьей. Да, там было два и в третьей, и просто три не написалось так, как надо было. Конечно. Очень простая вещь, ребят. Очень простая вещь, ребят. Сейчас математические книжки набирают чаще всего сами авторы, набирают все эти формулы, или, ну, если не сами авторы, то в любом случае сейчас, благодаря компьютерам, есть возможность много раз все проверить. И возможность, ну, что называется, автору много раз посмотреть на текст. А тогда наборщик. И было трудно, что называется, лишний раз перепроверить. Такого типа опечаток вы встретите очень много в книжках. Заметьте, чуть-чуть, троечка, вместо того, чтобы быть вверху и маленькой, оказалась нормального размера и в строке. И вместо два в третьей степени у вас получилось двадцать три. Так вот, ребят, это не единственная... Я догадываюсь, что и в следующей задаче такая же опечатка. Ну, на самом деле, такого типа опечаток, и не только в этой книжке, довольно много. Поняли, откуда это берется? Да. Вот это везде такие опечатки. Ну, конечно. Ну как, уж если съехал, то съехал. Угу.